Добрый день, мальчики и девочки! С вами Анатолий Техношаман. Сегодня я нахожусь в магазине Homus.ru. Варганы, бубны, диджериду, а также, собственно, мои тонг-драмы. В данном видео я бы хотел разобрать следующий вопрос. Это как же пользоваться данным музыкальным инструментом, ну и в дополнение хотелось бы продемонстрировать, с чем обычно в комплекте можно взять мои музыкальные инструменты. Итак, начнем, пожалуй, со второго вопроса. Это то, что входит в комплектацию. Итак, в комплекте с самим тонг-драмом вы получаете средство для ухода за ним, тряпочку и вот такой вот незатейливый чехольчик, в котором можно вполне себе спокойно и без особых напрягов переносить ваш музыкальный инструмент куда вам угодно. Сумка, как сейчас модно говорить, сумка-шоппер. Ну, более старшее поколение, наверняка помнит авоську, так что имейте в виду, париться о чехле вам не придется. Итак, переходим к самому главному вопросу нашего сегодняшнего видео. Это как же пользоваться данным музыкальным инструментом. Есть несколько основных моментов, которые вам стоит запомнить. Первое и, пожалуй, самое главное. Это основная из распространеннейших ошибок новичков. То, что инструмент они ставят куда угодно. Как правило, это твердая поверхность, стол, табуретка и так далее. И в результате игры на данном инструменте у них получается нечто что-то типа такого. Как мы слышим, ноты звучат практически не звучат. Первый момент. Для того, чтобы ваш музыкальный инструмент звучал чисто и вообще звучал, ставьте его на мягкую поверхность. Вот, например, здесь у нас, как мягкая поверхность, это подушечка. Обращаю внимание, что данные музыкальные инструменты настроены в одну и ту же тональность. Это тональность Ля минор. Следующий момент, на который стоит обратить внимание. Это то, как расположены ноты и то, как все-таки лучший инструмент располагать к себе. Смотрим, видим. На инструментах, которые произвожу я, ноты расположены по схеме елочка, хенд-бай-хенд. Об этом я уже говорил. Смотрим внимательнее. Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До. Наша задача для того, чтобы играть было как можно проще и как можно проще понять, где какая клавиша находится, развернуть музыкальный инструмент в самой низкой ноте по направлению к себе так, чтобы она оказалась у вас под правой рукой. Если вы левша и вам требуется другая раскладка, лучше напишите об этом мне в личные сообщения. Сделаем инструмент специально для вас. Вот. Итак, мы расположили инструмент так, что у нас под правой рукой находится самая низкая нота на тонг-драме. Почему так удобнее делать? Объясню наглядно. Как мы видим, выбивая лепестки инструмента каждой по очереди и смещая руки вперед, мы играем гамму. По большому счету можно даже не смотреть на музыкальный инструмент, просто запомнить, как расположены клавиши на нем. Это сделано с целью того, чтобы облегчить вам жизнь как музыканту. Ну, кто не верит, можете взять аналогичные музыкальные инструменты, которые, как правило, называются глюкофонами, в чем отличие, я уже говорил ранее, и сравнить, что же все-таки по эргономике будет для вас удобнее. Такая схема или схема штопор. Также отдельную схему используют ребята из мастерской глюкофонов Космоскай. Посмотреть и изучить, как они выглядят и что из себя представляют, вы можете найти у меня в группе ВКонтакте. Глюкофон тонг-драм инструкции. Либо ссылка будет под этим видео. Итак, следующий момент, который касается эксплуатации наших инструментов. Играть на них можно палочками, а можно и пальцами. Я лично придерживаюсь того, что на музыкальных инструментах лучше играть пальцами. Но об этом давайте поговорим в следующий раз. В данном видео мы рассмотрели все моменты, касающиеся поставленных вопросов. На этой веселой ноте я бы хотел пожелать вам доброго дня, наилучайших моментов каждый день, каждую минуту и каждую секунду. С вами был Анатолий Техношаман. Пока.